Европейский суд по правам человека начал заниматься жалобой бывших заключенных Ярославской колонии Руслана Вахапова, Евгения Макарова и Ивана Непомнящих. ЕСПЧ направил ряд вопросов в рамках конвенции по защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщает целый ряд федеральных изданий. Физическая сила и спецсредства были применены к Евгению Макарову незаконно, отметил на открытом форуме областной прокуратуры временно исполняющие обязанности начальника регионального УФСИН Александр Степанищев. Выводы сделаны очень серьезные, подчеркнул он. В первую колонию направили дополнительные кадры. Психологи обследовали более 500 сотрудников всех исправительных учреждений региона. У 23 выявили агрессивность и низкую нервно-психическую устойчивость. Их перевели на службу, где они не будут сталкиваться с заключенными. Самый, наверное, серьезный вопрос – это применение физической силы специальных средств. Действительно, в отношении Макарова, как мы видели, эти средства были применены незаконно. С этой целью мы проанализировали ту ситуацию, которая складывается в исправительных учреждениях. После истории в первой ярославской колонии большая проверка прошла во всех исправительных учреждениях региона. Об итогах рассказал заместитель областного прокурора Алексей Кукин. В частности, было опрошено почти 6 тысяч осужденных. Проверены отказные материалы. По некоторым постановление отменено. За 4 месяца кропотливой работы возбуждено 22 уголовных дела по фактам незаконного применения физической силы и спецсредств сотрудниками колонии. Алексей Кукин отметил, в Ярославской области сократилось количество людей, отбывающих наказание. Существенно сократилось количество осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии номер 1. С 939 человек в начале года до 707 человек на текущий момент. Или на 232 человека. Что прежде всего связано с исполнением требований федерального закона. Продолжение следует...